На этом уроке мы проведем морфологический разбор 9 и 10 ает этой суры и сделали мы ваш сон отдыхом, дословно прекращением ваших дел. И сделали мы ночь по кровам. Уджа'ль-на-ва. Аль-вау это харф. Значит не будет здесь рассматриваться. Что касается глагола прощадчивого времени джа'ля, то мы подробно поговорили об этом глаголе в течение 4 уроков, разбирая ает. Алям-на-джа'ль-арда ми-гада. На этом местомене первого лица множество нечисла, как мы уже упоминали. А всякое местомене это слово с неизменяемым окончанием, а значит тоже не будет рассматриваться наука сарф. Наума-кум. Наума это мастер. Глаголы нама и нама. Науман это мастер, то есть это имя действия, или отглагольное имя. Науман это исмун суляциюн муджарадун гойру сайльмин гойру сахиян. Это трехбуквенное имя, без добавления. Имя первообразной формы. Гойру сайльмин, то есть неправильное. То есть это имя не уцелело от, образно говоря, недостатка, так как его срединная буква, его айн, является слабой буквой, буквой Ва в данном случае. И если имя является гойру сайльмин, то это уже означает, что оно будет и гойру сахиян, то есть нездоровым или же неправильным, так как наличие слабой буквы это общая причина, от которой должен быть свободен глагол сайльмин или сахиян. Следующее слой это кум, которое тоже является местоимением, а значит не будет здесь рассматриваться. Субатан это исму мастерин, это имя в значении мастера, то есть от глагольного имени, имени действия. Как известно, мастер от глагольного имя соответствует или, скажем, совпадает со своим глаголом в его значении его буквах, или же содержит в себе больше букв, чем свой глагол. Например, алима и его мастер и альмун, алима и его мастер и алямун, где больше букв, на одну букву больше. Мы привели пример для трех, четырех, пяти, шести буквных мастеров. В то время как исму мастер совпадает с мастером его в значении, однако обычно содержит меньше букв, чем мастер. Например, каляман и таклиман. Так каляман это исму мастер, а таклиман это мастер этого глагола. Тавадда удуан это исму мастер и таваддуан это мастер. Ата, атаан это у нас исму мастер и атаан это у нас мастер. Перейдем к следующему айту. Муджа'альна альвау, муджа'альна, джа'аль и на. Чуть выше мы уже поговорили про эти три слова, поэтому не будем повторять сказанное. Следующий слой это аль-лейли. Лейли это имя по модели фа'алан. Исмун салатин, муджа'радун, гайру са'альмин, гайру сахи'ан. Здесь мы можем сказать все то же самое, что мы сказали в отношении слова ноуман. С той лишь разницей, что ноуман это мастер, от глагольное имя или имя действия. Тогда как лейль это просто исмун джамидун, не производное имя. Также с той разницей, что срединная буква слова ноум была ваума, а срединная буква слова лейль это я. Следующее слово у нас это алибаса. Алибаса это имя по модели фа'алан, значение исмафоли, имени поддействия, причастие страдательного залога. Получается, что алибаса на значение мальбусин, одеваемое. Так же как слово мигат, которое мы разбирали в предыдущих уроках. Мы сказали, что мигат это тоже слово в значении исмафоли, имени поддействия, имени поддействия. Мигатун, то есть равнина, то есть выравненная, распростертая, уллаху алам.